Единый день голосования должен пройти без нарушения закона. Подготовка к выборам 8 сентября стала предметом обсуждения в прокуратуре Волгоградской области. В заседании рабочей группы приняли участие представители надзорного ведомства, прокуратуры и правоохранительных органов. С подробностями Анжелика. Жалобы граждан на незаконную агитацию и два административных производства. Это итог последних выборов, состоявшихся в регионе. В марте они прошли в Городичинском районе. Единый день голосования 8 сентября должен быть принципиально иным. Максимально прозрачным призвала заместитель областного прокурора Светлана Чиженькова. В этот раз снова будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней КАИБы. 85 на всю Волгоградскую область. Причем примерно половину из них установят на избирательных участках в Волжском. И ни одного в Волгограде. Из 59 миллионов, которые мы запросили, которые по смете должны выделить на финансирование выборов, дали только 25 миллионов. Не хватает даже на зарплату членам участковых комиссий. Мы обращались с Бакарю уже 15 тысяч раз. Такое отношение городских властей к использованию автоматических комплексов у представителей прокуратуры вызвало вопросы. Это одно из орудий прозрачных выборов, которые, вероятнее всего, к городу Волгограда неудобно. Потому что отсутствие КАИБов может помочь определенным группам разрешить свои, отлоббировать свои интересы и получить необходимый процент голосов. Кроме того, все окружные комиссии Волгограда будут находиться только в Кировском районе. А значит, все споры по выбранному процессу будут разбираться именно там. Надзорные органы намерены контролировать подобные факты и подготовку к 8 сентября в целом. Руководство обл. избиркома со своей стороны также нацеливает своих подчиненных на максимальную прозрачность избирательного процесса. Всем участковым избирательным комиссиям ставится задача только честного и справедливого выбора. Никаких нарушений. В целом, предстоящая избирательная кампания будет весьма масштабной. В нашем регионе будут избираться главы Волжского, Дубовки, Даниловки и других муниципалитетов, а также депутаты городской думы Волгограда и областного парламента по двум округам – Держинскому и Советскому. Членов представительных собраний предстоит избрать и жителям нескольких сельских районов. Анжелика Антипина, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба». Ахтуба.